Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзекет пришел вопрос, как правильно внимать себе или не доверять себе? В упрошающие приводят распространенные очень термины святоотеческого наследия, которые, в общем, разные. И о первом, и о втором надо говорить отдельно. Итак, внимать себе значит быть очень внимательным к, прежде всего, своим помыслам, к движениям сердца и движениям ума. Внимательно наблюдать за собой. Еще это можно назвать также святоотеческим термином трезвение, когда человек внимательно и трезво себя оценивает и говорит, вот это помысл вражей, я на него не соглашаюсь. Вот это движение души греховно, несмотря на то, что сладостно. Я его не принимаю, не мое. И производит то, что в святоотеческой аскетической литературе называется отсечение помыслов. Он смотрит не только на то, как бы отразить то, что мешает ему быть христианином, но внимательно смотрит на себя и говорит, вот я читал такой-то псалом, и радость пришла в мою душу. Успокоилась моя метущаяся душа, мир пришел и покой. Он это заметил. И в следующий раз, когда ему неспокойно, он читает этот псалом. Он, например, понимает, что после литургии надо постоять молча какое-то время, внимательно прочитать благодарственные молитвы. Человек, который достаточно часто причащается, очень быстро понимает, если он внимательно к себе, что вот это пустословие, даже какое-то, может быть, благочестивое собрание людей и обмен какими-то мнениями, может быть, даже хорошими словами опустошает его душу, что он теряет благодать. Внимательно наблюдая за этим, он начинает после причастия какое-то время молча стоять в храме, никуда не уходить и уклоняться от разговоров. Это есть внимание к себе, когда человек исследует, что добрым образом и должным влияет на его душу, а что плохим и разрушительным, и избегает второго и бережет первое. Вот это внимание к себе. А недоверие к себе – это, может быть, такая подозрительность по отношению к своим мнениям и мыслям. Вот у преподобного Иоанна Лествичника, у него есть удивительные слова в главе о послушании. Он говорит, что послушание – есть недоверие к себе в том, что ты считаешь благом. Вот бывает такое, что человек пришел поговорить со священником и убеждает его в том, что человек прав. Священник спрашивает, скажите, а с каким вопросом вы пришли? И оказывается, что человеку просто нужно подтверждение того, что он прав, при этом он может быть совершенно далек от истины. Священник пытается его убедить, сказать, что так не делается, так нельзя, это нарушение. Но человек его вообще слышать не хочет. Такие прихожане тоже встречаются. Вот это прихожане, которые полностью доверяют себе, доверяют своему мнению, своему убеждению. А это, конечно, следствие гордыни, когда человек доверяет себе. Что такое послушание к духовнику? Что такое внимание к словам духовника? Это когда человек приходит к духовнику и говорит, я не могу в себе разобраться, или мне кажется вот так. Но вы, более опытный духовный человек, скажите, пожалуйста, я прав или нет? И готов узнать свою неправоту. Он к этому готов. А вот у пророка Давида в псалмах у него есть такие слова по-славянски, это звучит так. От тайных моих очисти меня. Пророк Давид прекрасно знает, что есть много грехов, которые для него самого заставляют тайну. То есть он ошибается, и это от него скрыто, потому что мы не видим своих ошибок. Мы люди горды, мы не можем их признать и не хотим их признавать. И вот он просит, чтобы от этого он был очищен. Или в молитве святителя Иоанна Златоуста в чине вечернего правила. Дай мне помысл исповедания грехов моих. То есть то, что я не вижу, те ошибки, которые я не вижу, ту мою неправоту, дай мне мысли, чтобы я их исповедовал, чтобы я в них раскаялся, чтобы я их увидел. Дай мне зреть и мое прегрешение. Мы просим молитвы преподобную Иврема Силина великим постом. Да, я их не вижу. Поэтому христианин – это человек, который приходит в церковь, чтобы ему рассказали, чем он болен и как от этого лечиться духовно. Они утверждают, что он здоров и будет лечить всех вокруг себя. Вот такой человек будет, конечно, страдать и мучиться от своих грехов, потому что он не сможет их преодолеть. А если человек пришел во врачебницу с пониманием того, что он идет лечиться, он будет, конечно, выздоравливать от своих грехов. Это и есть следствие такого здорового недоверия себе. Если недоверие себе рассматривать с точки зрения современной психологии, вне церковной, то, конечно, это будет рассматриваться только как отрицательное явление. И вам многие психологи, неверующие особенно, скажут, что нет, надо себе доверять, надо ценить себя, не надо обесценивать свое мнение. Может быть, и надо себе в каких-то вопросах доверять своему сердцу, но поверять это со священным писанием, с заповедями Божьими, с советами опытных духовников, которые жили раньше, и мы их называем святыми отцами, с живущими сейчас духовниками обязательно надо. И вот этот навык недоверия такого здорового, трезвенного недоверия себе, он убережет от очень многих ошибок. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.